Здравствуйте! В эфире программа «Новости Большого округа». О событиях дня и уходящей недели расскажу вам я, Константин Гиргая. Смотрите сегодня в выпуске. Статус амбулатории поселка Зверосовхоз изменился, что поменяется в оказании помощи жителям. Пожарные машины, автоцистерны и дроны. Техника на страже лесной безопасности. Как службы округа готовятся к горячему пожароопасному сезону. Одна из самых красивых служб Великого поста. Боголюбский храм Пушкина принимал и епископа Сергеева Посадского и Дмитровского. Читаем классику. Участники муниципального этапа всероссийского конкурса «Живая классика» рассказали о своих любимых произведениях. Об этих и других новостях прямо сейчас. Неискринки готовность к пожароопасному периоду служб, людей и техники в пяти муниципалитетах оценил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Сегодня он приехал в Пушкино, чтобы провести расширенное совещание с главами Балашихи, Дубны, Богородского, Талдомского и, конечно, Пушкинского округов. Об итогах встречи Людмила Ермакова. Контролировать и предупреждать задачу, которую ставит перед главами округов заместитель председателя правительства области Георгий Филимонов. Сегодня во время рабочего визита в Пушкинский ООН совместно с еще одним заместителем председателя правительства региона, руководителем главного управления региональной безопасности области Романом Каратаевым проводит расширенное совещание. Тема встречи – подготовка к пожароопасному периоду. Хотел бы обратить главу муниципалитетов, не останавливаясь на каждом отдельном тезисе, но это и гидранты, это состояние пожарных водоемов, разворотные площадки, это работа с сельхозтоваропроизводителями, самое необходимое – это пал травы, это наши грозные циркуляры, которые должны исполняться, это штрафы, о чем мы говорили с представителями МЧС. В прошлом году на землях лесного фонда Московской области возникло свыше 340 лесных пожаров. Особое внимание – палу травы. На всей территории Подмосковья запрещается проведение выжигания сухой травы с 15 марта до 15 ноября. Среди мер – фото- и видеоловушки для злоумышленников, поджигающих лесную подстилку, совместные рейды полиции и сотрудников лесного хозяйства. На повестке совещания – предупреждение и борьба с пожарами в пяти округах – в Пушкинском, Богородском, Талдомском, Дубне и Балашихе. В Пушкинском на 40% территории растет лес. Общая протяженность опашки составит 78 километров. Завершить работы планируем к 16 мая. Пять оперативных групп будут патрулировать 27 маршрутов общей протяженностью 73 километра. Силы и средства постоянной готовности, которые могут быть привлечены к тушению природных пожаров, составляют 354 человека, 16 единиц спецтехники. Особое внимание Балашихе и Богородскому округам. Именно там, на землях лесфондах, в прошлом году возникали крупные затяжные пожары. Общая территория этих округов составляет более 450 квадратных километров. Леса занимают едва ли не половину. Время выезда пожарных нарядов, вне зависимости от удаленности возгорания, должно быть максимально оперативным. Приняли решение о том, что выезжают отныне и приисно сразу две бригады. Вне зависимости от того, это пожар на землях гос. лесфонда, либо на неразграничке, либо на землях населенных пунктов, выезжают на ряд Центр лесхоза и МОСУБЛ леса вместе. И там нет у нас чужих пожаров, нет разделения на свой чужой пожар. Но и при всем при этом мы будем сокращать до 30-40 минут. Талдамский округ известен залежами торфяника. Для предупреждения возгораний здесь активно используют авиацию и поворотные камеры, установленные на вышках сотовой связи. Мы прилагаем все необходимые усилия для того, чтобы с учетом известных факторов, в том числе прошлого года, в других субъектах федерации, сделать максимальную работу по недопущению возникновения пожаров, которые бы грозили червячайной ситуацией. Наша работа – купировать эти риски. И с этой целью Комитет лесного хозяйства, Центр лесхоз, закупает технику, в том числе квадрокоптеры, закупает пожарные рукава, бензопилы, закупает тяжелую гусеничную технику. И, как показал Рязанский пожар, это очень важно. В целом, для предупреждения лесных пожаров в области используют четырехуровневую систему мониторинга. Она включает спутниковое наблюдение, авиационное, видео и обращение жителей. Последнему Георгий Юрьевич уделяет особое внимание. Во время совещания представителей лесной охраны демонстрируют и систему оперативного управления видеомониторинга за лесными пожарами. Этими значками обозначены камеры. Их у нас 99, Комитет лесного хозяйства 8, в муниципальных образованиях, которые граничат с лесом. Камеры вращаются вокруг своей оси. Заместитель председателя правительства региона подчеркивает, что работа по готовности Подмосковья к пожароопасному периоду в самой активной стадии. И напоминает, что львиная доля возникновения пожаров связана с человеческим фактором. Это в том числе и поджоги. Георгий Филимонов призывает глав муниципалитетов к ритмичному сотрудничеству. «Отчетность – это хорошо. И я повторюсь, что главам верю. Но мы для того и ведем нашу работу с лесопожарными станциями, с МОС «Былпошспасом», с МЧС, с муниципалитетами, с Комитетом лесного хозяйства и его подведами для того, чтобы реально подготовить на уровне наших трудяг, рабочих, лесных пожарных, трактористов, водителей, чтобы муниципалитеты коснулись каждого. Знали, где базируются, где дислоцируются силы и средства». На следующей неделе комиссия Федерального агентства лесного хозяйства проведет проверку в области, после чего последует вывод о готовности региона к пожароопасному периоду. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Барсукова. Новости Большого округа. И в продолжении темы. Активная подготовка к пожароопасному сезону уже началась в округе. Технику, которая защищает зеленые территории от возгораний и в случае необходимости быстро их ликвидирует, представили в Пушкино. Жанна Оловянникова о том, почему готовить сани стоит летом, а технику к пожарам весной. О том, как укомплектована пожарная автоцистерна, докладывает начальник караула части номер 339 Сергей Фомичев. Пожароопасный сезон не за горами. Проверить, насколько готова техника и инвентарь, приехали заместитель главы администрации Пушкинского Юрий Гордеев и начальник управления по территориальной безопасности ГОИЧС округа Сергей Чуклов. В первую очередь смотрят то, что понадобится в борьбе с лесными пожарами. Мотопомпы для тушения возгораний из открытых водоемов, ранцевые огнетушители, состояние самих пожарных машин и технику водоканала. Коммунальщики тоже помогают. Как правило, воды не хватает, поэтому чем больше машин, которые смогут подвезти воды, тем лучше. В смотре участвуют 24 единицы техники. В целом в Пушкинском их 56. Много новых машин. Вердикт проверяющих – к пожароопасному сезону округ готов. В связи с этим мы проводим этот смотр техники, готовность, потому что вероятность и опасность лесных пожаров большая. И смотря на то, что мы делаем минерализованные полосы для предупреждения пожаров, но имеет место и верховые пожары. С верховыми пожарами бороться труднее, но уверен, что мы справимся. Наиболее частая причина, по словам Сергея Чуклова, человеческий фактор. Первыми после зимы обычно случаются пожары из-за поджога травы. Сейчас начнется выезд на травку. Это у нас Звягина, поля за Ярославкой и поля у нас во всех поселках Ашукинское, Лесное и так далее. Выявлять виновников возгорания и его площадь помогают дроны. Такое есть на службе московского учебно-опытного филиала. В их ведении 25 тысяч гектаров леса. Соответственно, на месте. Ну и лесопатрульная машина у нас, она оборудована всеми необходимыми, соответственно, средствами для тушения. Это вот ранцевые лесные огнетушители, соответственно, ведра, лопаты. Все службы округа на страже лесной безопасности и к пожароопасному сезону готовы. Жанна Лавянникова, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Итоги зимней уборки дорог Пушкинского, газификации и работы социальных служб – основные темы оперативного совещания в администрации округа. О чем еще говорили на встрече, Людмила Ермакова расскажет подробнее. Календарная весна вступила в свои полномочия, а значит время приводить в порядок улицы и дороги после зимы. Оперативное совещание под руководством главы Пушкинского Максима Красноцветова в администрации округа начинает с подведения итогов зимнего содержания территорий. Динамика есть, но глава нацеливает коммунальные службы усиливать работы по предупреждению обращений жителей. Хочу сказать всем спасибо коммунальщикам, кто работал в этот непростой период. Давайте работать над причинами. Наверное, в этом и есть основная проблематика всех тех предприятий, которые на сегодняшний момент содержат городские территории в том числе. За весь холодный период коммунальные службы округа вывезли 200 тысяч кубометров снега. Каждую автомобильную дорогу очищали 76 раз, обрабатывали реагентами 87, устранили почти полторы тысячи ям. Отсчитывается заместитель главы администрации Максим Прибытков. По результатам анализа статистических данных сделано два основных вывода. Первое. Качество проводимых работ по содержанию по отношению к прошлому зимнему периоду улучшилось, так как количество обращений от граждан сократилось на 814 штук или на 13%. Работы по социальной газификации в округе завершены в 59 населённых пунктах, а всего должны быть догазифицированы 64. Мособлгаз построил более 35 тысяч метров новых сетей. Согласно условиям социальной газификации трубы прокладывают до границ индивидуального участка абсолютно бесплатно. Поступают заявки и от жителей садовых товариществ. Что касается СНТ, то в рамках газификации СНТ бесплатно проводится газ до границ СНТ. Далее уже СНТ проводит работы на платной основе. Максим Красноцветов заостряет внимание на перспективах газификации округа. Так в Пушкинском планируется строительство двух газораспределительных станций. Это позволит значительно улучшить ситуацию с газоснабжением на территории нашего городского округа. Это касается не только индивидуальных жилищных строительств, которые активно и развиваются, и есть на территории городского округа, но и касается многих промышленных площадок, которые на сегодняшний момент не имеют возможности для того, чтобы расширяться. Социальная работа в муниципалитете выстроена максимально эффективно. Окружное управление социального развития Пушкинского стало первым по итогам рейтинга профильного регионального министерства. Это удалось за счет слаженной работы по оказанию помощи жителям. Всего на учете в управлении состоят более 92 тысяч человек. Они получают различные льготы и меры поддержки. С 1 января 2023 года введено универсальное пособие, которое объединяет в себе несколько пособий и выплат. Это выплаты беременным, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, выплаты на детей до трех лет, от трех до семи, а также на детей от восьми до семнадцати. Назначение и выплаты осуществляются социальным фондом Российской Федерации. Я поздравляю вас с первым местом. Это действительно важно. У нас много управлений. Подробно разбирают итоги деятельности комиссии по делам несовершеннолетних за прошлый год. В 2022 проводили активную работу в отношении 196 подростков, снято с учета 133. В данный момент на профилактическом учете состоят 63 несовершеннолетних. Одним из успешных методов в комиссии называют организацию досуга для трудной молодежи. Так многих подростков привлекают к волонтерству, устраивают в трудовые бригады. Отдельное внимание профилактики социального сиротства. По результатам проделанной работы 139 родителей были сняты с учета, в основном по улучшению ситуации в семье. Для дальнейшего контроля семьи и оказания своевременной помощи установлен патронаж в отношении 192 семей. То, о чем говорил губернатор Московской области вчера на оперативном совещании, это детский отдых, летний отдых, который у нас с вами предстоит впереди. Об этом мы с вами чуть попозже поговорим. Это все действительно важно. В завершении совещания глава округа вновь напоминает руководителям служб о месячнике благоустройства. Традиционно он стартует в апреле. Убирают общественные территории, дворы и прилегающие к предприятиям участки. Устраивают субботники и различные экологические акции. Одна из которых – Лес Победы. В этом году станет особо масштабной для округа. В нашем регионе Пушкинский назван центральной площадкой по ее проведению. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Головачева. Новости Большого округа. Статус амбулатории поселка Зверосовхоз изменился. Ее передают в собственность Московской области. Что поменяется в оказании помощи жителям? Все вопросы обсудили на встрече с первым заместителем главы администрации Пушкинского Андреем Морозовым и главным врачом Московской областной больницы имени профессора Розанова Владимиром Мануйловым. Подробности у наших корреспондентов. Инициативные жители поселка Зверосовхоза в этот день встречаются с первым заместителем главы администрации Пушкинского Андреем Морозовым и главврачом областной больницы имени Розанова Владимиром Мануйловым. Руководство округа – хорошие новости о статусе амбулатории поселка. Были опасения у жителей поселка Зверосовхоза, что здание может войти в план приватизации Федерального акционерного общества «Русский Соболь». По информации, которую нам предоставили коллеги по ходатайству губернатора Московской области, было принято решение Минсельхозам России здание не включать в перечень объектов, которые ушли в состав приватизированного имущества. В ближайшее время ожидается решение Росимущества о передаче здания области, а значит и в управлении Пушкинской больницы имени профессора Розанова. Однако помимо изменения статуса амбулатории, люди боятся остаться без медпомощи некоторых специалистов. У нас есть некоторая беспокойность о том, что у нас могут забрать медсестру лаборанта, стоматолога и у нас действовал физиокабинет, который тоже сейчас не функционирует. То есть все идет к тому, что просто тех вот наиболее важных, первичных специалистов не будет. Главврач больницы уверяет, помощь людям продолжат оказывать. Ставка лаборанта в амбулатории не сокращается. Она еще в 2022 году была передана в состав Центра клиника лабораторной диагностики в Пушкино. Поселок по графику будет выезжать специалист для забора крови. Спектр анализов напротив расширится. Они здесь сдают кровь. Приезжает машина, забирает пробирки и кровь делается в течение 3-4 часов. Результат уже будет готов. Что касается стоматолога, эта проблема также прорабатывается. По стоматологии здесь никто не сокращает стоматолога. Мы разместили вакансию. Если появится зубной врач, то мы его с удовольствием сюда направим для работы. По возобновлению работы физиотерапевтического кабинета ответ руководства больницы также нашел положительный отклик у жителей. В физиотерапевтический кабинет мы проработаем эту ситуацию, потому что сегодня часть оборудования физиотерапевтического выслуживает установленные сроки эксплуатации. Поэтому мы разберемся. Если появится возможность, будет возможность выполнять физиотерапию на этих аппаратах, естественно, мы это все лицензируем и откроем. Нам пошел навстречу главный врач больницы Мануилов Владимир Михайлович, к нам пошел Морозов. Они подтвердили, приехали участие, приняли с нами. А Владимир Михайлович нам гарантировал, что пока он работает, лаборант у нас останется. А изменение статуса амбулатории позволит заняться всеми вопросами более активно. Жанна Лавянникова, Сергей Денисов, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа. И еще в продолжении темы здравоохранения. Отремонтировать за один год. На территории Московской областной больницы в Пушкино начался масштабный капитальный ремонт. Здесь ремонтируют здание старого родильного дома. Семь лет оно стояло законсервированным. Усилиями местной власти и руководства больницы двухэтажное строение вошло в программу здравоохранения Подмосковья. Анастасия Спирина расскажет подробнее. Звуки ремонта разбавляют тишину больничной территории. Уже казавшееся забытым старое здание роддома оживает. С 2016 года его законсервировали для того, чтобы после перепрофилировать. Двухэтажное строение площадью 1127 квадратных метров попало в комплексный капитальный ремонт. Начали в марте, произвели демонтаж. В апреле начнутся строительно-монтажные работы. В чем интересен сейчас подход Минздрава в этом вопросе, подход комплексный. Сейчас компания выигрывает и проектно-изыскательские работы, и сразу же строительно-монтажные работы. Чтобы не было потом вопросов к проектировщикам, к сметчикам, все делает одна компания. В подвале сделают санпропускник для врачей, построят несколько мельцеровских боксов. Система будет разведена по потокам, чистой и грязной. Благодаря чему будут содержаться пациенты не только с кишечной инфекцией, но и с воздушно-капельной. Заменят кровлю с подогреваемой ливневой системой, что позволит избежать образования сосулек. Естественно, все новые инженерные сети системы вентиляции. Такого ремонта дождались только на 2007 году. Добивались его упорно. Много было писем, обращений, за исключением межгодных заявок. Пытались нам оказать помощь и депутаты Государственной Думы, Сергей Александрович Пахомов и наши местные депутаты. Включался глава. Я думаю, что это плод совместных усилий. Новые площади очень востребованы лечебным заведением. С введением в эксплуатацию инфекционного отделения освободятся места, который оно сейчас занимает. Теперь ждут поэтапный капремонт 2-го корпуса. Сегодня у нас на 4-м этаже 2-го корпуса размещается отделение реанимации, которое будет трансформировано в центр анестезиологии реанимации, интенсивной терапии. И кардиологическое отделение, которое сейчас также находится на 4-м этаже 2-го корпуса, оно переместится в 11-й корпус на место взрослого инфекционного отделения. Начать полноценную работу взрослого инфекционного отделения планируют к весне следующего года. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Юрий Добрунов. Новости Большого округа. Пушкинский продолжает активно помогать участникам военной спецоперации и их семьям. Очередную партию гуманитарной помощи передали в местном отделении «Единой России». Это генератор и необходимые вещи. В рамках проекта «Женское движение» члены партии «Единая Россия» оказывают адресную помощь женам и матерям участников СВО. Сегодня в местном отделении партии «Единая Россия» передали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Надежда, жена мобилизованного, обратилась в приемную партии за помощью в приобретении генератора. Координатор проекта «Женское движение Единой России» Лидия Шевленова смогла найти спонсора, который и купил генератор. Мы от лица наших ребят, которые сейчас находятся в СВО, выражаем большую благодарность группе «Ратники» за предоставленный генератор и семье Никуриных из города Пушкина, которые помогли собрать нам вещи для наших ребят. А также выражаю большую благодарность девочкам из «Единой России» Лидии за то, что постоянно с нами на связи, постоянно с нами на контакте, всегда отзываются и помогают нам. Большое вам спасибо. Еще для тех, кто сейчас в зоне СВО, собрали необходимые вещи. Это перчатки, тельняшки, носки и многое другое. Всю одежду отвезут в ближайшее время. Цель проекта «Женское движение» – оказать адресную помощь женам и матерям участников СВО. Среди задач проекта – поддержать женские добровольческие объединения и инициативы женского предпринимательства, а также сформировать площадки для работы с женами и матерями участников СВО. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, новости Большого округа. Архиерей Русской Православной Церкви, епископ Сергий Вопосадский и Дмитровский Фома впервые провел богослужение в храме Боголюбской иконы Божьей Матери. Владыка вместе с духовенством Пушкинского благочиния провел одну из самых красивых великопостных служб. Евгения Коломийц побывала на торжественной литургии. Сегодня Боголюбский храм на западной стороне Пушкина посетил епископ Сергий Вопосадский и Дмитровский Фома. Его встречают благочины церквей Пушкинского округа Ирей Василий, настоятель Боголюбского храма Протерей Иоанн и первый заместитель главы округа Андрей Морозов вместе с заместителем главы округа Артемом Млюхиным. Архиерей приехал провести литургию прежде священных даров. Ее совершают только в период Великого Поста. Владыка Фома провел литургию в сослужении с духовенством Пушкинского благочиния. И она отличается от литургии Иоанна Златоуста тем, что святые дары, тело и кровь Христова освящаются на полной литургии. А на литургии прежде священных даров духовенство причащает прихожан и сами причащаются дарами, которые были приготовлены на воскресной службе, предшествующему этому дню. Есть такая традиция. Во время Великого Поста архиерей объезжает епархию. В храме Боголюбской иконы Божьей Матери владыка Фома еще ни разу не совершал богослужения. Поэтому было решено, что именно здесь архиерей проведет литургию прежде священных даров. Она считается одной из самых красивых великопостных служб. Для верующих это праздник, пасхальная радость. Они стараются хотя бы раз за пост побывать на ней. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Музыка, которая объединяет голоса, которые завораживают. Герои нашего следующего материала почти полвека радуют жителей и гостей Ивантеевки своим творчеством. Народный коллектив хор русской песни «Радуница» подготовил и представил новую концертную программу. Людмила Ермакова расскажет подробнее. Роскошь русской народной музыки вновь наполняет сердца благодарных зрителей восторгом и гордостью. Переливы любимых, хорошо знакомых и вновь услышанных песен льются со сцены Дома культуры «Юбилейный». Сегодня здесь в 18-й раз принимает гостей «Радуница». Почти полвека этот коллектив радует жителей Ивантеевки своим творчеством. Возглавляет хор «Доктор искусств Международной академии наук Сан-Марина», профессор кафедры народно-певческого искусства Московского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Баки. Репертуар коллектива «Особая гордость». Его основы составляют самобытные русские народные песни различных областей России. 38 лет я уже работаю с этим коллективом. 38 лет вот эти женщины отдают себя нашему народному искусству пения танца. Спасибо им большое за это. «Радуница» любима и дорога не только слушателям, но и коллегам по цеху. В концерте принимают участие многие певческие коллективы, которые стали друзьями. Павловские узоры, ансамбль «Играницы» из Гребнева, фряновские ансамбли «Светлозоревый» и «Диковинка», «Ельдигинский хор» «Зорька Алая». «Русская песня» – одна из основ русской культуры. И не случайно, что концерт «Радуница» проходит в профессиональный праздник работников культуры. Для работников культуры субботы, воскресенья, праздничные дни – это обычные рабочие дни всегда. И для наших участников это тоже всегда праздничный день. Люди отдыхают в праздники, гуляют, а мы, как всегда, работаем. Радость и творческая удача – так Виктор Баки говорит о работе в хоре «Радуница». И еще одна гордость мэтра – работа со студентами кафедры Русского народного искусства Московского государственного института культуры. Ребята выступают в коллективе «Золотоцвет», которые сегодня также принимают участие в концерте. Вот это настоящая профессиональная творческая лаборатория, где вот из этих ребят, которые закончили в разных местах музыкальные училища, колледжи, там они были звездочками в своих каких-то коллективах. А сюда вот приходят, поступают, и надо заново собрать из этой мозаики крепкий, сочный, настоящий профессиональный творческий коллектив. Музыка, которая объединяет. Сегодня вспоминают и о тех, кто сейчас защищает родину, ее традиции, культуру. Виктор Баки обращается ко всем бойцам специальной военной операции. «Хотим посвятить нашим воинам, нашим людям, которые защищают нашу Россию, а мы, как можем, поддерживаем. Роман Тамберг, Русь называют святой». Поздравляет коллектив народного хора с очередной творческой насыщенной программой заместитель главы администрации округа Елена Паньки. «Это настоящий праздник. Праздник, в котором вы, дорогие наши участники, артисты, настоящие артисты, пусть еще иногда самые маленькие, но уже самые настоящие, позволили нам, зрителям, и повеселиться, и порадоваться, иногда погрустить, немножечко задуматься, растрогаться. И, конечно, это все благодаря вам. И мы вас, безусловно, за это благодарим». В завершении вечера приятный сюрприз. Благодарностями главы городского округа награждают руководители коллективов, которые сегодня приехали в Ивантеевку, чтобы подарить зрителям настоящий праздник русской песни. «Огромное спасибо. Каждый раз для нас это замечательный праздник. Мы надеемся, что мы еще много-много раз в этом зале вместе с вами, дорогие друзья, и с вами наш дорогой, любимый, замечательный, самый лучший руководитель, самого лучшего нашего коллектива. «Встретимся». Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Чуть меньше года в нашем округе существует сообщество ребят, которые любят настольные игры. Собираются они каждую неделю в Центральной библиотеке в Пушкино. Пока их не так много, но постепенно к ним присоединяются новые люди. Евгения Коломийц пообщалась с ребятами из товарищества настольщиков Пушкинской округи. Вот это размах! Наука – это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть свысока на непреодолимые препятствия. Компьютерные игры – это, конечно, интересно, ярко и захватывающе, но это не сравнится с настольными играми, где можно держать в руках карточки, передвигать фигурки и, главное, видеть соперника вживую. Именно так считают товарищества настольщиков Пушкинской округи. И сегодня мы вас познакомим с увлеченными ребятами. Все началось с игротеки в Центральной библиотеке в Пушкино. Ее периодически проводят магазин настольных игр. Там ребята познакомились, подружились и однажды решили создать товарищество настольщиков. Это случилось в начале лета прошлого года. Постепенно к ним стал подтягиваться народ. Мы играем в сложные игры, где надо подумать в основном. Сейчас мы играем в «Сквозь века». Это историческая игра, где надо развивать свою цивилизацию. Также мы играем в военные игры, которые моделируют какие-либо периоды истории военные, конфликты. Например, Вторую мировую войну, Первую мировую войну. Но бывают у нас и простые игры, конечно. Например, «Манчкин» и тому подобное. В основном играют каждую неделю по воскресеньям в библиотеке. Иногда собираются и в будни, по вторникам или пятницам. Все зависит от того, сколько людей может прийти. Бывает, играют по несколько часов, процесс очень затягивает. Стараются пополнять свою коллекцию разными играми, пробовать что-то новое. Даже появилась интересная традиция. Когда мы играем в новые игры, когда кто-то что-то приносит, что мы еще не пробовали, может кто-то что-то купил или нашел у себя дома, обычно незамедлительно следует фраза «Насколько оценивать от одного до десяти?» И это можно назвать традицией, потому что всем всегда интересно, как другим игра, потому что как товарищество мы все-таки стараемся играть в то, что нравится всем. Поиграть настольные игры Станислав пришел вместе со всей семьей, решил и родных привлечь. Про товарищество узнал случайно. Приходил в библиотеку за книгой и увидел, как играют ребята. Заинтересовался и вступил в товарищество. Играть приходит уже второй раз. Очень классно, что есть в городе какие-то такие мероприятия, которые, во-первых, бесплатные. Во-вторых, не ограничены по возрасту и по полу, и по каким-то еще другим признакам, по любым. Ну и в-третьих, вообще круто, что парни довольно молодые, и вот сами организовали, сами договорились. И много игр разных, больше какие-то интеллектуальные, больше какие-то такие казуальные, интересные именно для более молодого возраста. Вот как вот эта, допустим, она такая более фэнтезийная, скажем так. Поэтому вообще классно, нам нравится. Роман и Глеб хотят, чтобы в их товариществе настольщиков было больше участников. Ведь это не только возможность поиграть и интересно провести время, но и общение, и новые знакомства. Хотят объединить таких же, как они, ребят, увлеченных настольными играми. После сюжета кто-то захочет к вам попасть. Вот расскажите, что им нужно для этого сделать. Смотрите, у нас есть группа в социальной сети ВКонтакте. Вы в поиске вбиваете товарищество настольщиков Пушкинской округи. Там вы нас легко найдете. Вступайте в группу, вступайте в наш чат, в котором мы общаемся, планируем, во что будем играть. И планируем, когда мы собираемся, и игры, собственно говоря, которые мы принесем. Присоединяйтесь. Евгения Коломиц, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Как настоящее театральное представление, в Пушкино прошел муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика». Лучшие чтецы округа демонстрировали свои таланты. Школьники читали прозаические произведения российских и зарубежных писателей. Мария Лихобабенко изучала, какие произведения наиболее популярны у современных школьников. Это спит ангел, его будет нельзя, а иначе улетит. С чувством толком расстановкой самые талантливые чтецы округа собрались в Центре детского творчества на муниципальном этапе всероссийского конкурса «Живая классика». Это соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических произведений. Удивительный конкурс, понимаете, это проза, отрывки из произведений. Достоевский, Чехов, Тургенев, Задорнов. Я вот учителям-словесникам, наверное, проще, они это слышат каждый день. А для меня это было вообще просто целое открытие. Конкурс проводится в несколько этапов. Сначала отбирали участников в каждой школе. Потом смотрели самые удачные выступления в городе. Так, из более сотни участников осталось 32 человека. Было несколько возрастных групп. Ученики 5-7 классов, 8-9 и 10-11. Множество интересных историй можно рассказать о Пеппе. Пеппе лет 10. Он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица. У Аркадия Богадаева это дебют. Он выбрал произведение Максима Горького «Сказки об Италии». Аркадий рассказывал отрывок из 26 главы «Историю мальчика Пеппе». Для участия ученик Красноармейской школы номер 4 придумал особый образ. Я взял рваную кофту, потому что он из бедной семьи, и он всегда такой. Вот, дальше что? А прическа? Ну, прическа, тоже он никогда не причесывается. Всегда такой. Ребята декламировали отрывки из прозы любых российских или зарубежных авторов. Главное условие произведения не должны входить в школьную программу. Таким образом у ребят расширяется читательский кругозор. Классика, она не умирает и остается жива. Именно благодаря подобным конкурсам. Именно это мне и нравится. Я не хочу, чтобы великая русская литература бесславно погибла. Вот, и поэтому я считаю, что участие в таких конкурсах ребят помогает понять народу, ну, людям, в принципе, населению в целом, что литературу, великую русскую литературу, и зарубежную тоже нужно любить. Цель конкурса – повышение интереса к чтению у школьников. Во время выступления каждый старался сделать так, чтобы его запомнили. В первую очередь члены жюри смотрели на выразительность, эмоциональность и соответствие произведения возраста участника. Я сегодня буду читать прозу «Сердце земли» Юрия Яковлева. Почему ты его выбрала? Ну, мы очень долго выбирали произведение подходящее. Мы хотели что-то жизненное выбрать. Вот, и мама нашла такое произведение, и оно очень тронуло наше сердце. Победитель муниципального этапа прошел дальше на регион, а все остальные были награждены грамотами. Мария Лихобавенко, Владимир Овсянков, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова